Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова и позволяем себя так вести, потому что мы боимся, что нас не возьмут в следующее учебное заведение, что все равно нету хороших педагогов, хотя они есть. Они есть, это однозначно, их мало, но они есть. Есть люди, которые работают и занимаются такими детьми по призванию. Другой вопрос, я хотела бы немножко вернуться. В большом классе, какой бы прекрасный педагог ни был, какого бы ни было у него замечательного опыта, ему очень сложно уделить достаточно внимания ребенку, диагноз которого требует индивидуального опыта. Я бы, может быть, вернулась даже к каким-то социальным маркерам, когда другие родители нормальных детей, так называемых, не умеют тоже вести себя, когда видят, скажем, в одной песочнице ребенка с недостатками, с особыми потребностями. То есть когда ребенок, например, проявляет себя очень агрессивно, это зачастую касается аутистов, например, которые не терпят ни других детей, ни других людей рядом, как себя нужно вести, когда ребенок буквально бьется в истерике, и многие воспринимают это просто как невоспитанность. Вы имеете в виду, как надо вести себя маме такого ребенка? Как вести себя маме? Как вести себя другому человеку, который видит, что происходит это в песочнице, если он, скажем, родитель другого ребенка, не говоря уже о педагогах, которые, в принципе, наверное, должны знать, как себя вести? Ну, во-первых, если мы говорим о детях с диагнозом, то всегда, если ребенок ведет себя агрессивно, ну и об обычных детях тоже, есть причина. Если мама знает, что у ее ребенка есть диагноз, и есть причины, которые могут заставить его вести себя агрессивно, она старается максимально контролировать ситуацию, чтобы таких ситуаций их не возникло. Если он начинает взаимодействовать с детьми, она, значит, может находиться рядом и корректировать ситуацию, чтобы такого не возникло. Если эта ситуация возникает, она может очень спокойным, простым голосом, не надо объяснять сразу весь диагноз, если не хочется, но объясняйте, вы знаете, вот у нас такая особенность, вы простите нас, пожалуйста, не обращайте внимания. А мамам других детей я бы очень посоветовала просто иной раз подумать, а может быть, не стоит сразу осуждать, может быть, стоит посмотреть и подумать, что мы все абсолютно разные, мы же не осуждаем людей другого цвета глаз или еще что-то. Ну, как говорится, у всех у нас свои тараканы в голове. У нас в гостях был член правления организации «Особый мир» Юлия Степанова. Спасибо, хорошего дня вам.